прогноз клёва рыбы на середину сентября с 11 по 22 сентября 2024 года лунный календарь рыбака по дням пробегимся посмотрим какой будет клёв в середине сентября у поплавочников фидеристов спиннингистов когда лучше выезжать на рыбалку когда можно поймать свою трофейную осеннюю рыбу и как ее легко приготовить чтобы удивить друзей родных и близких и так начинаем 11 сентября клёв будет отличный как у спиннингистов так и у поплавочников фидеристы тоже скучать не будут плотва осенняя жирная карась сазан карп и конечно же сом придут и порадуют вас поклёвкой не успели выехать 11 выезжайте 12 числа клёв рыбы также будет отличный а вот в пятницу 13 число вот здесь клёв будет слабый собрались ехать на рыбалку на выходных 14 и 15 лучше не стоит клёв будет плохой также плохой клёв будет 16 17 и 18 сентября всему виной что 18 сентября у нас полнолуние а в полнолуние клёв рыбы плохой а вот 19 и 20 сентября клёв хоть и будет слабый но рыба начнет активизироваться 21 сентября клёв будет хороший а 22 воскресенье снова отличный клёв вот когда можно выехать поймать трофейную рыбу а что с ней можно сделать я вам сейчас покажу и расскажу купил коптильню браво 2 друзья мои это современное решение для домашнего копчения я могу ее использовать в городской квартире на даче на природе на охоте и даже на нашей любимой рыбалке продуманная конструкция компактные размеры простота в использовании в уходе все это делает коптильню браво 2 отличным выбором для каждого кто любит готовить а конструкция коптильни позволяет использовать ее как в процессе горячего так и холодного копчения в комплекте с коптильни идет щепа берем поддон для щепы с направляющей стойкой насыпаем туда около 100 грамм щепы далее устанавливаем съемный поддон для жира можно устанавливать на любую высоту он легко крепится с помощью винтов коптить сегодня буду куриные крылышки кстати в комплекте идет книга рецептов для домашнего копчения замариновал крылышки по рецепту при помощи льняного жгута который идет в комплекте подвесил куриные крылышки на специальные крючки один модуль себя включает 6 крючков а как вы видите в комплекте таких модулей 2 положил прокладку на бак и закрываю крышкой крышку креплю специальными четырьмя зажимами которые также идут в комплекте вставляю шланг в дымоотвод изогнул гофру под удобным мне углом и вывел шланг в окно остается только налить воду в гидрозатвор и включаем нагрев плиты с помощью тернометра контролирую температуру учитывая время указанной в рецепте довел температуру до 95 градусов через час наши крылышки были готовы конечно же дал остыть сразу не открывал и вот такая красота у меня получилось крылышки получились сочные нежные и наша большая компания друзей быстренько их съела далее решили мы покоптить вот такие красивые свинные ребра замариновал опустил уже как показывал ранее в нашу коптилку их закрепил и тоже поставил на газ спустя час достаем и вот такие копченые красивые в сочные вкусные ребрышки у нас получились собираюсь сегодня ехать на рыбалку буду ловить рыбу и следующем буду коптить уже рыбу где покупал коптильню ссылку я оставлю в закрепленном описании и в комментарии под видео